он морской просто офицер указаться пенсии мягко скажем не очень хватает действительно это люди которые отдали свою жизнь работает в твоя жизнь уход на пенсию так скажем это все это смерть это наша честь чувству гордиться свою родину мне кажется это важно очень конечно мой брат решает проблемы со своей семье если чем я могу и покажешь помогая ему вот когда там какие-то у меня вопросы он мне помогает ну так ну очень служит уже нет он уже демобилизовался но ему уже 64 года он не старше до пенсию он нет он в морской просто офицер по мураке чеку не буду врать честно подводником папа был вот ну то что касается пенсии мне кажется что как достойно нет но и косям так мягко скажем не очень хватает вот но я как могу помогаю это достойно что наши офицеры которые защищают нашу рулет нет конечно и начал говорить это я считаю какое-то унизительное положение потому что действительно это люди которые отдали свою жизнь нет папа наприко я помню мы с ним я работала тоже библиотеки какое-то время военно-морской академии ну а папа у меня был замначальника потом факультет его служился и мы с ним вместе шли на работу мне честно призме не нравишь на работа библиотекарь ну не моё не все-таки такого там как бы хотелось артисткой я получил мы делали просто как мне это надоелось это академия будет как-то может быть работает в твоя жизнь учит он так этому относился что работа эта жизнь он когда пришло время и ему нужно было демобилизоваться ну уходить надо должно что в академии там как бы относились так к всему нему ко всем служащим для них уход на пенсию так скажем это все это смерть папа как демобилизовался так в общем он его ушел из жизни очень скоро буквально там какие-то пару лет и но в академии не оставляла своих служащих они все равно как уже в гражданской должности но все равно работали кину знаете как вот пределись он люди но и каждого все равно не тоже и просто глядя на своего отца я так понимаю вот сейчас уже там по прошествии скольких лет люди которые отдали жизнь причем жизнь это было в границах не самая понимаете легкая мои родители поженились в 56 году в 57-м родился мой брат и вот они практически брату было по полгода и имам рассказала что они поехали уже помочь севастополь 1 был у них дислокация естественно было холодно там как бы не обустроена абсолютно где там снимали какие-то квартиры и что-то выделяли брат получил тогда кота за пневмонию то есть тяжело болел и потом последствия уже даже не в взрослом возрасте такому же в юношеском были поэтому кажется тяжело ну что делать и в пенсии ну не знаю надо как с пенсиями что-то придумывать причем не то что надо дотация там какая-то одновременно а чтобы сильно был достойно чтобы это было не стыдно ждать вообще гордимся мы сейчас своими вот офицерами знаете я горжусь я не знаю я не знаю как там происходит мне хочется думать что гордятся конечно это это наша честь особенно морские офицеры ну вообще офицеры и морские тем более это дисциплина обществе не хватает не только вот несправедливости минуты гордости за наших учителей врачей военных то есть вот как нам не разумеют патриотизм как-то сейчас у нас вот когда я была молодая так скажем когда начинал только я работал как библиотеки вот и я помню что сижу там какие-то книги передо мной но я принялся конечно пропаганда многое сыграла на на правильное было воспитывали патриотов я даже помню что я работала вы на иностранном факультете у нас нас иностранцы были приходили я помню серийца один пришел вот вот вы русская я помню эту фразу вот вам легко этот язык вот русский мне тяжело и когда в калорусской я прям и так гордость какая-то прозвучала его своя русская что-то гордость какая-то такая значит сильно это и к сожалению сейчас просто не на нем и виновата в этом десятилетие такое было что как-то вот все куда-то не знаю ушло и сейчас я считаю что есть во первых шанс да и возрождают как-то действительно вот это чувство гордости за то что ты живешь в россии чувство гордости свою родину мне кажется это важно очень